В Эхирид-Булагатском районе женщину подозревают в убийстве своего 12-летнего сына. Когда ребенок попал в больницу, выяснилось, что его не лечили от тяжелого заваливания и не кормили уже долгое время. Почему никто вовремя не обратил внимания на приближающуюся трагедию и что теперь ждет мать погибшего ребенка, расскажем в первом материале выпуска. В стенах здания Следственного комитета Иркутской области тем для разговоров сегодня много, но ключевая всего одна смерть 12-летнего мальчика в Эхирид-Булагатском районе. По предварительной информации, 34-летняя местная жительница с апреля месяца не занималась должным лечением своего сына. У ребенка были проблемы с легкими. Вдобавок ко всему, подростка еще и не кормили. Все это привело к тому, что подросток скончался. По версии следствия, мать малолетнего ребенка на протяжении длительного времени не оказывала ему медицинскую помощь и не обеспечивала питание. Вследствие чего, ребенка по экстренным показаниям доставили в областную больницу номер 2 Эхирид-Булагатского района. В реанимационном отделении, который скончался через непродолжительное время. Подозреваемая задержана. На подозреваемую, то есть на маму мальчика завели два уголовных дела по статьям убийства малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. При этом до трагедии семья, в которой росло четверо детей, даже не состояла на учете ПДН. Сам подросток в местной районной школе учился на четверке и пятерке, а отец мальчика, хоть и живет отдельно, работает врачом. Поэтому то, что подобный инцидент произошел именно в этой семье, не ожидал никто. Почему у нас так произошло? Ну пока вот мы разбираемся. Он, конечно, достаточно резонансный, редкий. И то, что нам необходимо выводы и понять, в чем причина, и почему это вообще в принципе стало возможным, что у нас ребенок достаточно, ну уже взрослый ребенок, 12 лет, это не младенец. Это ребенок, который в том числе может и сам попросить о помощи. К помощи адвокатов прибегнуты органы профилактики Ихирид-Булагатского района. Следственный комитет Иркутской области также возбудил уголовное дело в отношении сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних управления социальной защиты и образования. Также производство заведено на руководство областной больницы номер 2 и районного отделения МВД, а также межрайонного управления Минсоцразвития при Байкале. Все эти учреждения и ведомства по непонятным причинам игнорировали проблему, которую не заметить, по мнению специалистов, было сложно. Всегда критиковать легче, чем нет, я считаю, конечно, это недоработка органов власти. Потому что все-таки государству достаточно много механизмов существует для того, чтобы последить на это на первом этапе. И это абсолютно правильно, что затрачивается на это средство. И психолог мог в школе обратить на это внимание. Могли и соседи обратить внимание, если не претензии не государству, а обыкновенным гражданам, которые тоже никак не замечали, что это что-то происходит. Что же именно произошло в семье, где погиб ребенок, сейчас выясняют правоохранительные органы. Все это время мама, допустившая смерть сына, будет находиться под стражей. Жизнем братьев и сестер погибшего мальчика ничего не угрожает. Данил Седов, Павел Рютин. Новости по будням.